Библейский портал экзегет.ру представляет 18 глава книги Иезекииля. Читаю свой перевод до библейского портала Экзегет и даю небольшие комментарии. Вот у нас Иезекииль, он такой скандальный пророк, я бы сказал, по крайней мере, в этой части книги. Он делает очень резкие заявления по форме, особенно 16 глава. Он делает заявления достаточно хлесткие по содержанию. Вот 17 главу мы только что прочитали, где он говорит, вообще-то Бог на стороне Вавилонин. Вы перед Богом клялись, что будете сохранять верность Вавилонскому царю. Я вас накажу за то, что вы эту клятву нарушили, говорит Господь. Это звучит прям шокирующе. И возникает закономерный вопрос в этих главах. Вот, Иезекииль, ты рассказываешь нам об ответственности народа. У тебя народ некая коллективная единица. Да? Ты говоришь, вот, израильский народ — это неверная жена Бога, 16 глава. Израильский народ — это лоза виноградная, 17 глава. В любом случае, это что-то одно. И оно одно действует одним образом. Но народ — это на самом деле много разных людей. И самый сложный вопрос — как быть с тем, что есть люди разных поколений? Вот старшее поколение принимает решение, а последствия касаются их детей очень часто. Ну вот, история российского XX века. Сделали революцию. Одно решение, которое коснулось многих поколений. Потом, скажем, произошел распад Советского Союза. Еще одно решение, которое коснулось поколений. То есть каждый раз получается так, что какие-то люди принимают решения за своих детей. А потом дети имеют дело с их последствиями, хорошими или плохими. Как с этим быть? Иезекииль над этим размышляет в 18 главе. «Было ко мне слово Господне». К чему это вы повторяете в стране израильской такую поговорку? «Незрелый виноград ели отцы, а скомина на зубах у детей». Ну, если есть кислые овощи и фрукты, да, то очень вязкий вкус такой прям, ну вот, аж рот сводит неприятно. Вот ели одни, а другие испытывают последствия. «Жив я, пророчество владыки Господа, не слыхать будет больше в Израиле такой поговорки. Жизнь всех людей в моих руках. Жизнь отца и жизнь сына. Кто согрешит, тот и погибнет. А если кто праведен и поступает честно и праведно, не участвует в жертвенных застольях на горах, ну, то есть языческие культы, не засматривается на идолов дома Израилева, то же самое. Не совращает жену соседа, тоже по отношению к другому человеку. Не приближается к женщине во время месячных. Это, соответственно, ритуальная чистота. Никого не притесняет, но возвращает должнику залог. Не занимается грабежом, наделится хлебом с голодным, одевает раздетого. Не дает денег в рост и не берется лихвой с процентами. Но отвращается от порока и творит между людьми правый суд. Обратим внимание, что немножко про язычество, немножко про прелюбодеяние и очень подробно про социальную справедливость и милосердие. Про то, что надо соблюдать, во-первых, законы про залог, про все прочее. Но этого мало. Нужно еще делиться хлебом, одевать раздетого. И причем все это без процентов, не рассчитывая на прибыль. Это вот то, что действительно нужно, да, что отношения с Богом, они в огромной степени зависят от отношения к ближнему. Творит между людьми правый суд, исполняет мои законы, соблюдает мои повеления, поступая честно. Такой человек праведен, он будет жив. Пророчествует владыка Господь. Но если будет у него сын злодей, льющий кровь и делающий такие вещи, которые сам он не делал. Например, он участвует в жертвенных застольях на горах, или совращает жену соседа, или угнетает бедного и нищего, или занимается грабежом, или не возвращает должнику залога, или засматривается на идолов и творит мерзости, дает деньги в рост и берется лихвой, будет ли он жить? Нет, не будет. Кто творит такие мерзости, тот точно погибнет и сам будет повинен в своей гибели. То есть коллективной ответственности нет, говорит Эзекииль в 18 главе. Вот личный человек принимает за себя решение. И он либо живет, либо погибает. Мы хотим задать ему кучу вопросов. Но давайте подождем, дослушаем до конца сначала. Но если у какого-то порочного отца будет сын, который увидит все грехи, которые творит его отец, и увидев, не захочет поступать так же, не станет участвовать в жертвенных застольях на горах, не засматриваться на идолов дома Израилева, не совращать жену соседа, не будет никого притеснять или удерживать залог, не займется разбоем, но поделится хлебом с голодным, оденет раздетого, не станет обижать бедного, брать лишнее с долга, но будет соблюдать мои повеления и поступать по моим законам, он не погибнет за пороки своего отца, но будет жив. А вот его отец, который всячески истязал, ограбил своего брата и творил недоброе посреди своего народа, он погибнет за свои пороки. То есть призыв понятен. Иезекииль постоянно обличает, что отцы занимались всякими неправедными делами, а как вам тут, вы говорите, у вас на зубах оскомина, вы испытываете последствия, прекратите это делать и будете жить. Вы спросите, отчего же сын не отвечает за вину отца? От того, что сын поступает честно и правильно, хранит и соблюдают все мои повеления, поэтому он будет жив. Кто согрешит, тот и погибнет. Сын не отвечает за вину отца, отец не отвечает за вину сына. Цитата, которую, кстати, приводил Сталин в своих выступлениях. Он же был семинаристом, он все это изучал. Но Иезекииль сказал это намного раньше. Сталин не указывал источника. И напомню, что при Сталине-то как раз было иначе. А вот Иезекииль уже это знал, что ответственность не переходит по наследству. Праведность так и пребудет на праведнике, а злодейство так и пребудет на злодеи. Даже злодей, если отвратится от всех грехов, которые творил, то есть, возможно, покаяние, станет соблюдать мои повеления, поступая честно и правильно, он будет жив и не погибнет. Ему не припомнятся все преступления, которые он совершал, и ради праведности, по которой он теперь поступает, будет жив. А на чем это основано? Почему мы так можем быть в этом уверены? Он же нагрешил уже. Разве мне желанна гибель злодея, пророчествует Владыка Господь? Нет, но чтобы он свернулся своего пути и остался жив. Вот очень важное, может быть, самое важное в этой главе заявление. Бог не хочет погибели злодея. Да, у всех людей, у язычников даже, есть представление о боге или богах, божествах, как о справедливых существах. Если они вообще обращают на людей внимание, для язычников это не очевидно, то они, безусловно, карают за нарушение своих повелений и награждают за их исполнение. Ну, как и в жизни между людьми. Начальник может премию выписать, а может оштрафовать. В зависимости от того, насколько ты правильно исполняешь то, что он тебе поручил. Но с богом немножко иначе, с единым богом. Он не хочет смерти злодея. При всем том, что это так, да, человек получает награду за добро и наказание за зло, бог хочет его наградить, а не наказать. И он использует для этого возможности. Вот покаяние – это способ изменить эту историю. А праведник, если оставит свою праведность и пустится грешить, повторяю, всеми разности за злодеем, останется ли в живых. Не припомнится ему была праведность, когда он предаст ее. Из-за грехи, которыми согрешит, он и погибнет. Вот прямо долго, подробно разжевывает Иезекииль эти варианты. Если у нас отец праведник, сын грешник, а если наоборот, сначала, кстати, было отец грешник, а сын праведник, да, если сначала праведник, а потом грешит, здесь сначала грешит, а потом исправляется, как быть во всех этих случаях. То есть вот он подробно прямо, знаете, вот как какая-то вот инструкция для совсем таких непонятливых людей, как пользоваться каким-то прибором, или как там переходить улицу на красный свет, стоите на зеленый, идите, но сначала посмотрите по сторонам. Там вот все-все-все-все-все подробно он описывает, так, чтобы уже никаких сомнений не осталось. И вот это место, 18 глава Иезекииля, в Ветхом Зависе самое-самое внятное и четкое описание того, что человек несет перед Богом личную ответственность за свои поступки. У нас часто говорят о коллективной ответственности. Они тоже у пророков есть много, но это не совсем про ответственность, это про солидарность, это про продолжение линии в основном, да? Вот как жили отцы, так живут и дети. Естественно, к ним переходит все то, что на отцов распространялось. Хочется возразить. Нет, как-то это, наверное, неверно. Что мы можем возразить? Ну, во-первых, тот же самый принцип естественных последствий, да? Если наши прадеды устроили, допустим, революцию, мы живем в стране, которая определена вот этой революцией, да? Нравится нам это или нет. Или там устроили массовый террор, то же самое. Но отвечаем ли мы за нее? Вот Иезекииля говорит нет. Никакого покаяния за грехи предков нет. А есть другое. Есть возможность измениться по сравнению с предками. И есть возможность покаяться в своих грехах, да. Ну, вы говорите, неправильно поступает Господь. Ну, потому что чувство родовой ответственности, оно всегда, вот, свойственно человеку. Вот посмотрите на этих людей. Их предки такие, мерзавцы и негодяи. Они всегда такими были. Они все такие, да? Это наше естественное желание. Мы-то, наоборот, у нас великие предки, у нас славная история, великая культура. Мы, наоборот, наследуем все эти благословения. Неправильно поступает Господь, если он так не рассуждает. Послушай-ка меня, дом Израилев, это я поступаю неправильно. Разве не вы сами поступаете неправильно? Если праведник оставил былую праведность, ударился в порог и погиб, то погиб он из-за порока, которому предался. А если злодей оставил былое злодейство и стал поступать честно и правильно, то он вернул себе жизнь. Если он осознанно отвратился от всех преступлений, какие совершал, то будет жив и не погибнет. А дом Израилев говорит, неправильно поступает Господь. Это я поступаю неправильно, дом Израилев? Разве не вы сами поступаете неправильно? То есть, очевидно, израильтянам хотелось бы иметь некую накопленную праведность, предками данная, да, праведность, которая действует в нашей жизни, и, наоборот, повод к кому-то относиться с пренебрежением. Вот у них предками накоплено, наоборот, нечестие. Нет, дорогие, отвечает каждый по своим делам, и вас это касается в полной мере. «Посему я стану судить каждого из вас по вашим поступкам, дом Израилев, пророчествует Ладыка Господь. Обратитесь и отвратитесь от всех ваших преступлений, чтобы порог вас не сгубил. Отбросьте от себя все преступления, которые вы совершали, обновите ваши сердца и дух, обновите. К чему же вам погибает дом Израилев? Не гибель ваша мне желанна, пророчествует Ладыка Господь, но обращение и жизнь». Вот, то есть в 18 главе Изякиль ничего на самом деле не говорит о естественных последствиях, о том, что в семье, где, скажем, придается пьянству и разврату, ребенку придется нести на себе какой-то отпечаток с детства того, что вот семья такая, он воспитан, вырос. В семье, где, допустим, наоборот, живут в любви, согласии и исполняют заповеди, наоборот, ребенок видит пример всего этого и вырастает с другими установками. Здесь он об этом не говорит, он говорит о том, что и тот, и другой ребенок, вырастая, совершает свой выбор. И, наверное, измениться трудно, наверное, прервать вот эту череду пороков непросто, но это возможно. И самое главное, не гибель ваша мне желанна, но обращение и жизнь. Что Господь не ест некий безликий автомат, опустил монетку, получил товар. Соответственно, праведность или порок, получил наказание или вознаграждение. Но он ведет людей к чему-то, и для него желанное обращение и жизнь. Вот это, наверное, самое важное в 18 главе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok